всем привет дорогие друзья привется из дождливой алании сегодня 2 марта и в алании сегодня у нас дождик который начался ночью но несмотря на дождик погода стоит просто очень теплая и в этом видео мы с вами отправимся на вторничный рынок там мы еще не были покажу вам рыбный рынок и расскажу о последних новостях которые касаются тестов запретов выхода на улицу открытия кафе ресторанов и тогда самые главные и последние новости вчера было заседание кабинета министров во главе с президентом турецкой республики и последние новости таковы на данный момент кстати в каждой провинции разные ограничения то что касается именно провинции анталия и нашего города алания на неделе комендантский час с 9 вечера до 5 утра остается на выходных комендантский час только в воскресенье эти ограничения касаются только граждан и иностранцев которые проживают с видом на жительство если вы турист эти ограничения вас не касаются вы имеете право выходить на улицу во время комендантского часа работают продуктовые магазины с 10 утра до 7 вечера различные пекарни и маленькие магазинчики также вы имеете право передвигаться по стране если вы прилетаете улетаете то вы имеете право пользоваться трансфером для передвижений по стране для того чтобы войти в государственные здания банки торговые центры и так далее необходимо получить с код если у вас есть турецкий номер то нужно скачать приложение если у вас нет турецкого номера то есть код получают по sms все очень просто смотрите в описании к этому видео мы уже приехали в район вторничного рынка здесь также расположен рынок где продают одежду и здесь есть рыбный рынок все вам покажу но сначала об ограничениях кафе и рестораны теперь открыты с 7 утра до 7 вечера и заполняемость разрешена на 50 процентов поэтому друзья кафе и рестораны открыты что касается тестов при въезде в турцию насколько я знаю тесты продлили до 31 марта но где-то я вчера читала что в российских источниках говорят до 26 мая не знаю откуда эта дата я знаю про дату 31 марта поэтому если у вас есть ссылки на какие-то другие источники обязательно напишите мы уже на рынке на самом деле этот рынок ничем не отличается от пятничного рынка в центре алании как вы видите здесь есть оливки сыр и масло яйца все то же самое что и пятница в принципе на всех рынках ассортимент одинаковый но естественно ассортимент зависит от сезона большое количество яблок айва ну и конечно же гранаты гранаты 8 лир аланийские бананы тоже 8 лир кабачки 3 лиры очень вкусно я их запекаю в печи огурцы перец острый сладкий большое количество перца перец десять лир восемь 7 огурцы 4 лиры помидоры тоже 3 3 5 лир авокадо самое вкусное что есть в алане вот такие вот мелкие 5 лир есть 7 и чуть мельче по 3 лиры авокадо можно брать как спелые так и не спелой спелая авокадо кладешь пакет вот с таким вот яблоком и она зреет фрукт зреет и очень вкусно делать пасту из авокадо с оливковым маслом солью лимонным соком и перцем много капусты брокколи 5 лир цветная капуста морковь и редис в общем все все только самое свежее многие у меня спрашивали кто вот эти вот люди которые торгуют на рынке эти люди как местные фермеры так и те кто например покупает на большом складе куда свозят со всей турции разные товары и продает здесь на рынке вот такой вот здесь большой рынок в каждом районе алании на неделе есть рынок махмут варе например он проходит два раза а в алании в алании каждый день в разных районах и также здесь есть рыбный рынок вы у меня очень давно просили сделать обзор рыбного рынка и посмотрите здесь продают ум квад вот такие вот деревья я хочу себе на балкон тоже купить и здесь есть рыбный рынок рыбные рестораны вы у меня давно просили сделать обзор рыбу можно покупать как здесь так и в различных супермаркетах сейчас посмотрим какой здесь ассортимент рыбы посмотрите сколько тыквы просто невероятно тыква очень красивая прям ее не просто кушать а смотреть одно удовольствие супер и вот здесь вот продается рыба что мы покупаем из рыбы из рыбы мы обычно покупаем семгу вот например здесь есть семга есть семгу как норвежская так и турецкая семга но вот вы видите почем почем здесь рыба есть креветки есть чапура леврек очень много и здравствуйте очень много видов рыбы поэтому если хотите вот например семга мы покупаем например пару стейков и всегда делаем печи кстати в духовке кстати есть турецкая семга очень очень вкусная семга с черноморского побережья поэтому вот вам рыбный рынок огромные креветки а здесь креветки поменьше вот такой вот здесь рыбный рынок кто разбирается в рыбе смотрите внимательно что есть и также здесь есть и например видите мясные лавки но это уже магазин ну и конечно же рестораны ресторана открыли разрешено сидеть 50 процентов заполняемость на 50 процентов также здесь есть различные приправы и сладости кстати кто хочет чтобы я сделал обзор приправ напишите в комментариях а еще на вторничном рынке и на рыбном рынке есть вот такой вот прекрасный магазин где местные мастерицы делают изделия из натурального хлопка и шелка это традиционные аланийские изделия которые вы также можете приобрести вот это вот натуральный хлопок также здесь есть очень красивые броши на волосы на можно использовать на пиджак на платье из натурального шелка посмотрите какая красота очень красиво также можно сделать различные изделия на заказ вот эти вот все цветы сделаны из шелка делают прекрасные свадебные букеты подарочные букеты и это очень-очень красиво смотрится особенно на пиджаке я например на пиджаке ношу вот такой вот цветочек апельсина и также здесь есть шарфы шали которые они делают здесь же на станках и окрашивают только в натуральные цвета вот например традиционный шелковый шарф который здесь же и делают можно приобрести вот вы видите различные картины просто потрясающие красивые вещи действительно настоящей ручной работы из только натуральных материалов и вот таким вот образом плетут из шелка прекрасные шарфы и платки которые также можно здесь приобрести и кстати сделать на заказ любого цвета какой вы хотите вот так вот выглядит шелковый кокон и из него уже тянут сам шелк вот такие вот у них здесь станки и вот например вот эти же прекрасные шарфы из хлопка в описании к этому видео оставлю обязательно ссылку на этот магазин обязательно приходите и поддержите этих прекрасных женщин а еще в аланье есть конечно же традиционные костюмы мужские и женские и например мужчины с шароварами на какие-то празднования носят вот такой вот пояс оранжевый это взрослые мужчины а молодые мужчины носят красный в общем традиции очень много для каждой провинции своя традиционная одежда пояса и изучать можно историю традиции цвета вот эти вот все узоры можно просто бесконечно это нереально интересно вот такой вот он вторничный рынок пола не кстати вот эти вот все магазины и рыбный рынок работает постоянно единственное что приезжает только во вторник это фрукты и овощи поэтому посетить вот эти вот все лавки а тем более лавку где продают изделия из шелка и настоящего хлопка вы можете в любой удобный для вас день оставлю в описании к этому видео контакты также этой милой женщины которая делает эти прекрасные изделия в алании продолжается дождь усиливается но это последние зимние дожди даже уже весна на дворе сегодня 2 марта уже и погода теплая и дожди тоже теплые сейчас еще раз пробежимся с вами сквозь рынок покажу вам что мы еще не видели картофель 3 килограмма 5 лет 3 килограмма 5 лет лук очень на рынке много кстати традиционных аланийских интересных фруктов и овощей кстати в алании также выращивают и тропические фрукты типа dragon fruit манго и так далее поэтому обращайте внимание вот такая вот друзья переменчивая погода мало они как я уже сказала начало весны последние дожди и теперь будет все теплее и теплее я думаю что я вам рассказала все самые основные новости если что-то будет еще то конечно же в следующих видео я вам расскажу ну и конечно же следите за новостями в интернете в официальных источниках даже если вы не знаете турецкий язык перевести все очень можно через тот же самый google переводчик и хотя бы понять общую тему повествования поэтому если у вас есть какие то вопросы обязательно пишите в описании к видео всегда есть мой номер ватсап поэтому пишите всем всегда отвечают стараюсь помочь ответить на ваши вопросы ну и конечно же не забывайте подписываться на мой канал потому что только у меня вы увидите все самое интересное и полезное ну а мы едем дальше в центр в офис очень много работы но а вы приезжайте в аланию всем всего хорошего всем пока 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 пока